Мы хотим, чтобы наши отношения двигались по восходящей. И, честно говоря, может быть, именно тогда, когда они охлаждаются, и надо предпринимать усилия бизнесу, для того, чтобы подтолкнуть политику к тому, чтобы они вели диалог более интенсивный, естественно, в позитивном направлении. Я должен вам сказать, что у нас есть такой опыт. Еще в советские времена, когда мы не признавали Южную Корею и Южную Корею нас, первым, кто в Южной Корее оказался, было представительство Российской Федерации Торгово-Промышленной Палаты. И после этого появились турпрессы, посольства и так далее. У нас, слава богу, есть дипломатические отношения, у нас вообще есть отношения хорошие. И самое главное, что есть отношения между людьми, между бизнесом. Мы видим, что у российского бизнеса большой интерес к Латвии. Если вы посмотрите по загрузке латвийских портов, то большая часть это российские грузы, российских компаний. Есть интерес в сфере туризма, есть интерес в сфере отдыха. Есть интерес, я знаю, что электромеханический завод, например, работает процентов на 80 на Россию. То, что он производит и в России, это пользуется большой популярностью. Поэтому есть много точек приложения. И мне кажется, в данном случае бизнес должен сказать свое слово. Именно бизнес должен быть локомотивом для политиков, который должен тащить за собой политиков к тому, чтобы они находили общий язык и точки соприкосновения там, где они еще пока не нашли, может быть. Редактор субтитров А.Семкин